А, ну, он отопрёк. Но если вы его передадите мне, бедному реврению, а между тем умрёте, Боже, сохрани, то в моих руках оно подобно будет ключу отброшенной шкафуфью моря. Ну,ужели отец меня переживёт? Как знать. Сейчас дни наши сочетели ненами. Слёвы, возрастно, пригодны, но юноша в них ищет слуг проводный. И не жалея шлёт туда-сюда, столик же видит в них друзей надёжных, истережёт их, как зенец олка. О, мой отец не слуг и не друзей в них видит, а господ, и сам служит, и как же служит, как алжирский раб, вот как пёс цепной. В нетопленной конуре живёт, пьёт воду, ест сухие корки, всю ночь не спит, всё бегает, а лает. А золото? А золото спокойно в сундуках лежит сюда. Молчи. Это весь у меня знакомый старичок. Аптекарь еврей, аптекарь бедный. Рыставщик? Такой же, как и ты, почеснее. Нет, рыцарь Товий, торг ведёт иной. Он составляет капли. Чудно, как действует, видит. А что мне у них? Стакан воды. Плеснуть трёх капель будешь? Ни вкуса в них, ни цвета, ни заметно. А человек без рези в живой цели, без тошноты, без боли умирает. Твой старичок торгует ядом? Да, и ядом. Что ж, займы на место денег, ты мне предложишь скляных 200 яду за склянку по червонцу. Так ли, что ли?